Дорогие друзья, всем привет! Это долгожданное обучающее видео, посвященное тому, как собрать кубик Рубика 4х4 самым быстрым из всех существующих на планете методов. Методом Роберта Яу. Поехали! Это видео ориентировано на тех людей, кто еще не знает методику Роберта Яу, но уже умеет собирать четверку целиком, неважно каким методом. Можно методикой для начинающих, можно фрислайсом, как угодно. Лишь бы умели собирать. Ну что, приступим, собственно, к первому этапу. Я уже делал обзор этого метода и сейчас хочу остановиться на каких-то подробностях, тонкостях, сложностях, которые вас ждут в процессе сборки четверки именно этим методом. И буду говорить о каких-то вещах чуть более подробно, но не о сборке первых двух центров. Напомню, что если вы собираете кубик 3х3 с белого центра, то я рекомендую и сборку четверки по методу Яу начинать тоже с белого центра. Видим, что одна палка у нас уже есть. Делаем вторую. И, в принципе, все. То есть 4 хода нам понадобилось на то, чтобы собрать белый центр. И теперь, в принципе, не намного больше нам понадобится, чтобы собрать желтый. А первым этапом в методике Роберта Яу является как раз-таки сборка двух первых противоположных центров. Белый и напротив него желтый. Переходим уже ко второму этапу. Вторым этапом будем собирать ребра. Белые ребра, которые будут у нас располагаться вот здесь, вот здесь, вот здесь или вот здесь. Ну, в общем, где-то на левом слое. Я сразу могу сказать, что этим методом собрать ребра гораздо проще, чем классическим методом. Объясню почему. Потому что у нас пока еще не собраны центры. И ничто абсолютно не мешает нам крутить средние слои так, как нам хочется. Итак, первое, что я увидел, это пара бело-оранжевых ребер. Вот одно, вот второе. Они на одном слое сейчас находятся, оба сверху. Что для меня, да и для вас тоже не очень удобно. Поэтому вот это бело-оранжевое ребро опустим сюда, а это подставим вот таким образом. И теперь их очень легко в один ход сопоставить. У нас образовывается пара ребер, которую мы можем спокойно поставить на свое место. Готово. Обратите внимание, друзья, когда мы будем ставить следующую пару ребер, надо обратить внимание на такой момент. Вот эта пара ребер у нас бело-оранжевая. И по принципу времен года это осень. И, соответственно, после нее должна идти зима. То есть, если нашей следующей парой ребер, которую мы будем ставить, будет бело-синяя, то мы должны будем поставить ее сюда. Потому что зима идет после осени. Если бело-красная, то есть весна-красна, то мы должны поставить ее сюда. А если лето, когда все зеленым-зелено, то сюда. Я вижу, что очень легко сейчас будет поставить на свое место весну. Потому что вот они, эти два элемента. И соединить их можно очень простым способом. Ставим их на разные слои, а они снова находились на одном. И понимаем, что сюда крутить смысла нет. Потому что так они никак не соединятся друг с другом. А упрутся друг в друга. Соответственно, крутим в другую сторону. Обратите внимание, крутить крышу сейчас мы можем практически безболезненно. С одним только но. Если бы здесь у нас была бело-оранжевая пара, мы бы крышу покрутить не могли. Потому что тогда бы мы эту пару разрушили. Поэтому внимательнее на этом этапе относитесь к тому, где у вас находятся те ребра, которые вы уже поставили на места. В данном случае все нормально. Бело-оранжевая пара у нас была вот здесь. Поэтому мы спокойно крутим крышу. Спокойно соединяем бело-красные ребра между собой. И ставим их напротив бело-оранжевых. Почему напротив? Потому что это осень, а это весна красна. Вот и все. Продолжаем сборку. И предлагаю собрать лето. То есть бело-зеленую пару ребер. Потому что вот они сразу бросаются нам в глаза. Здесь у нас свободно, поэтому мы можем спокойно крутить крышу. Спокойно можем соединить их в один ход. Так как у нас здесь все центры перемешаны еще. Да, и нам ничего не мешает это делать. И теперь должны поставить их на свое место. Но только куда? Сюда или сюда? Конечно же сюда. Потому что осень у нас после лета. А весна перед летом. Ставим. Вот и все, друзья. По идее у нас осталась еще одна пара белых ребер. Но ее на свое место мы ставить не будем. И сейчас объясню почему. Итак, первым этапом у нас была сборка двух первых центров. Белого и желтого. Вторым этапом у нас была сборка трех белых ребер. А третьим этапом у нас будет сборка оставшихся четырех центров. И для того, чтобы их собрать, нам периодически нужно будет крутить крышу. Но если бы мы собрали все три этих ребра, то крышу мы бы покрутить не смогли. Потому что тогда бы мы по-любому одно из этих трех ребер разрушали бы. А таким образом мы оставили свободный слот, с помощью которого можем собирать центры. Для того, чтобы не запутаться на этом этапе, а этот этап, именно третий этап сборка центров, один из самых сложных по методике Роберта Яу. А почему он один из самых сложных? Да потому что мы не привыкли собирать центры в тот момент, когда нам мешаются вот эти ребра. Но если мы крепко схватимся за эти ребра, и не отцепимся от них, и будем крутить крышу, или переднюю грань, или заднюю грань, только в тот момент, когда она будет находиться между большим и средним пальцами, между которыми и находится вот этот вот свободный слот, обратите внимание, тогда эти три ребра мы с вами не разрушим, и все будет в порядке. Наша задача сейчас собрать четыре оставшихся центра так, чтобы не разрушить вот эти три ребра. Ну что, поехали. Предлагаю начать с зеленого центра, потому что я уже вижу парочку зеленых элементов, таких летних, которые можно поставить на свое место. Увидели? И знаете, друзья, сразу лучше поставьте их налево. Так будет значительно проще. Ну и естественно вертикально, когда они находятся вот в таком горизонтальном положении, это для вас неудобно, потому что тогда не получится покрутить средний слой. А когда они находятся в вертикальном положении еще и слева, вам, вы вольны крутить вот эту правую грань кубика, как вам захочется. Ну что, а теперь, чтобы сделать еще одну, такую же зеленую палочку, да, из центров, нам их нужно поискать. Один нашли, второй нашли. Но соединить их сейчас будет достаточно сложно. Чтобы их соединить, нужно покрутить либо крышу, либо переднюю грань. Покрутим крышу, потому что если мы покрутим переднюю грань, мы лишимся вот этого ребра, чего бы нам очень не хотелось. Правильно? Поэтому покрутим крышу. Или можем покрутить переднюю грань, но вот так. Замятили, да, как именно? То есть мы можем крутить переднюю грань только в том случае, если вот этот слот у нас свободен. Но в данном случае предлагаю все-таки покрутить крышу. Так будет проще. И обратите внимание, мы крутим правый слой, естественно, не разрушая то, что мы уже там сделали. Покрутили его, смотрим, крыша здесь имеет свободный слот? Имеет. То есть вот так бы мы сейчас ее не могли покрутить, потому что разрушили бы это ребро. А так можем. Крутим и ставим на место вот эту пару центральных элементов. Таким образом, собирая первый центр. Сейчас пока не важно, состыкован этот центр с ребрами или не состыкован. Это не важно. Это важно будет на том этапе, когда мы будем заканчивать сборку центров. А сейчас мы ее пока только начинаем. Итак, мы собрали лето. Теперь мы можем собирать либо осень, либо весну. Зиму, которая напротив лета, я вам собирать крайне не рекомендую, потому что тогда потом возникнут сложности. Но, если мы собираем осень, мы должны делать это вот здесь, потому что осень идет после лета. А если мы будем собирать весну, то мы должны делать это здесь, потому что весна идет перед летом. Но так как у нас есть пара оранжевых элементов, я предлагаю все-таки сделать осень. Хочется поставить сразу эту пару вертикально, но сделать этого я опять не могу, потому что таким образом я разрушу вот это. Хватаюсь за левую грань, смотрю, где у меня свободный слот, и делаю вот так. И обратите внимание, я добился своего. Теперь начинаю искать вторую пару центральных элементов. И я их снова вижу. Соединить их будет достаточно легко. Но, если я их соединю, я разрушу зеленый центр. Посмотрите, вот я их соединяю, но зеленый центр при этом разрушается. Что же делать? Соединять их нужно таким способом в три хода. Раз, два, три. Но таким способом тоже не получится, потому что в таком случае я разрушаю вот это бело-красное ребро. На самом деле, все очень просто. Мы берем и поднимаем всю эту красоту наверх. Туда, где у нас есть свободный слот. И теперь их соединяем. Спокойненько крутим крышу, не разрушая при этом ребра. И восстанавливаем зеленый центр. Таким образом, получая долгожданную пару оранжевых элементов. Теперь эту пару оранжевых элементов нужно присоединить к этим. Как это делается? Да, очень просто. Ставим их в один вертикальный ряд. Но опять же, вертикальный ряд их нужно ставить в один только тогда, когда мы убедились в том, что здесь у нас свободный слот. Убедились. Поставили в один ряд. Включили свет. Крыша два раза. Выключили. И таким образом мы собрали сначала лето, потом осень. Ну или зеленый центр, а потом оранжевый. Теперь мы можем собирать либо красный, либо синий. Но мы должны точно знать, где мы будем собирать красный и где мы будем собирать синий. Если мы сейчас будем собирать синий центр, то он должен быть здесь, после оранжевого. Потому что зима, за которую у нас отвечает синий центр, всегда следует после осени, за которую у нас отвечает оранжевый центр. Если же мы будем собирать красный, то здесь. Предлагаю собрать синий, чтобы нам, знаете, жизнь медом не казалась. А тут достаточно сложная ситуация как раз таки, о которой тоже хотелось поговорить. И слава богу, судьба сейчас дала мне такую возможность, ничего не моделируя, попасть вот в эту ситуацию, когда два элементика находятся по диагональке. Мы на них просто не обращаем внимания, забываем про них вообще и пытаемся сделать какой-то другой ход. Ну, например, вижу вот эту палочку, поднимаю ее наверх, но помню, что я разрушил зеленый и оранжевый центры, да? Кручу два раза и восстанавливаю те центры. А теперь смотрю, теперь элементов у меня уже три. И вот эти образуют пару вертикальную, а вот этот элементик одинокий. Я вижу его партнера потенциального, с которым сейчас и буду пытаться его соединить. Так я их не соединю, они упрутся друг в друга. Поэтому мне нужно вот этот элемент сейчас как-то покрутить. Крутить я его не могу, потому что у меня здесь белое ребро. Поэтому я белое ребро отсюда убираю, так чтобы его здесь не было. И спокойно кручу. Если кручу так, мы их снова не соединим. Если кручу так, снова не соединим. А вот если так покручу, то соединим. Соединяем. Крутим. В данном случае переднюю грань. Предварительно убедившись в том, что здесь у нас свободный слот. После чего всю эту красоту восстанавливаем. Вот и все. Мы собрали все четыре центра. Притом в правильном порядке. Весна, лето, осень. Ой, простите. Весна, лето, осень, зима. Да, все правильно. Могут попасться и более сложные истории. Например, когда последние два центра как-то очень некрасиво так по диагональке встали. Ну то есть два здесь красненьких, два здесь синеньких. Два здесь красненьких, два здесь синеньких. Или наоборот. Сейчас я попытаюсь смоделировать такую ситуацию. Это не так-то просто. Но я буду пытаться. Ну вот что-то похожее у меня получилось. Что-то подобное. Если бы еще вот эти два элемента местами поменять. Ну да ладно. В общем такая ситуация у вас не должна вызывать никакой паники абсолютно. Если у вас вот все как-то по диагональке и все как-то неправильно на последних двух центрах. Вы можете сделать простую трехходовку. Раз, два, три. И все. И вся эта ситуация у вас сойдет на нет. Если не сошла с первого раза, можете найти какую-то пару элементов, да, вот как есть в данном случае. И поработать уже непосредственно с этой парой. Раз, два, три. Ну в общем такую ситуацию, когда все элементы нужные нам располагаются по диагонали, в три или в шесть ходов достаточно легко привести к чему-нибудь более для нас привычному. Ну раз уж тут так сложилось, что снова надо собрать все до конца. Я снова вижу, что у меня вот здесь вот одинокий элементик, который я могу легко соединить вот с этим. Соединяю. Но чтобы покрутить вот эту грань, нужно опустить сюда свободный слот. И поднимаю наверх. В ходе этой обучалки я рассказал много всяких сложностей, да. И показалось, наверное, что вот эта история с этим свободным слотом, она очень замороченная, очень сложная. Но я уверен, что вы, потренировавшись примерно две недели, к ней очень быстро привыкнете. И уже вам не захочется переходить на тот способ сборки, которым вы пользовались раньше. Ну потому что результаты ваши пойдут в гору. Это определенно. Поэтому, друзья, несмотря на те сложности, с которыми вы сталкиваетесь на третьем этапе, ну сложности, связанные с тем, что вы собираете центры, когда вот эти ребра уже на местах, и они вам немножко мешаются, или сильно мешаются. Я вас уверяю, это явление временное. Следующий этап. Четвертый. На четвертом этапе мы должны таки добить вот это последнее ребро. Для этого находим один его элемент, находим его другой элемент, и с помощью вот этого свободного слота ставим его на противоположную грань. Теперь соединяем два этих элемента, несмотря на то, что мы разрушаем центры. Когда мы их соединили, выгоняем вот такой трехходовкой. У штрих, Р, У. Выгнали их на этот слой. Восстановили центры. И теперь уже непосредственно ставим его на свое место. Его это, вот эту пару элементов. Соединяем их с центрами. И теперь у нас здесь зима, здесь весна, здесь лето, здесь осень. Перехватываем кубик так, чтобы крест оказался снизу. И этот крест, друзья, мы больше уже не трогаем. Этот крест у нас уже собран. И это является одним из важнейших преимуществ в методике Роберта Яу. Ну, первое преимущество, я вам говорил, при сборке вот этих трех ребер у нас, нам ничего не мешает, да, мы собираем их очень быстро. И вот второе очень важное преимущество по сравнению с любой другой методикой заключается в том, что, во-первых, мы выходим на собранный крест сразу же. А во-вторых, когда мы будем собирать вот эти все ребра, восемь штук оставшихся, мы точно будем знать, что они находятся где угодно, только не снизу. Нам не надо будет заглядывать вниз, и наш лукахед уже, скажем так, будет от этого значительно быстрее. Искать нужные элементы нам будет значительно проще. Ну что, собственно, мы сделали...